Всем привет! С вами снова Придонки. Наступил 22 год. Вот сейчас короче вы знаете что случилось у меня там у нас на канале, но про это уже я не буду рассказывать, так получилось. Вот все просят снимаем мотоцикл там туда сюда, но дело в чем, чтобы заниматься мотоциклами надо сидеть в гараже, сейчас сидеть очень стрёмно, а не потому что там конкретно стрёмно, а из-за того что можно простыть, а сейчас в больницу лучше сами знаете не попадать, и вообще не вызывать врачей, все это стрёмно. Я сейчас буду стараться там ну скажем так на лайтах проскакивать, ну не делая особо ни хрена, что-то показывать, вот и как бы ну вы понимаете о чем я. То есть не всегда получается съездить в гараже, что ты делаешь, ну и тут еще руки не належают сами знаете. Ну вот я допустим сегодня там с утра занимался коленчатым валом от мопеда, от скутера, который придется все-таки делать. Вот ездил там с Марочкиным, там туда-сюда, ну по городам там по-разному покупали там скутеры, мопеды там всякие. Но я думаю это надо было снимать, я не всегда могу показывать железо, вот не знаю что мне делать с темой сказки и сказки, то есть надо, не надо. Вот мой продюсер, царство небесное ему, он говорил что не надо уже там типа они не идут, их никто не смолит, никому не надо. Одни разговоры. Вот и короче говоря не знаю. Вот именно сейчас я еду до Александра Карпова, это реставратор и коллекционер Ява. Ну больше реставратор. Сейчас будем показывать там что как. Он там себе прикупил кое-что. Крайнее видео с ним было, когда он себе купил Яву с относительно небольшим пробегом. Вот и я кстати после там по сути 30-летнего пробега я был первый, кто на этой Яве прокатился. Вот такие дела. И сейчас будем с ним там тереть, он мне покажет. Он вроде купил мотобольный восход. Что-то там еще, но я даже не вникал. Он сейчас должен ехать от матери из деревни. Вот и будем что-то там пытаться показать. Ребят, я не всегда могу показывать то, что допустим кому-то хотелось бы не всегда получается. Вот и как бы, ну в общем куда вылезет, туда вылезет вся эта история. У меня допустим тут, когда прошел Новый год, я тут тоже нормально его встретил. Но продолжение было интересное. Вот там много рассказывать там про семью не буду. Но там некие были там проблемки там с бывшей женой. Ну это отдельная история, не хочу про это говорить. Вот, но в итоге сейчас я вот показываю, как я еду на 2Т-Б3. Кстати, тоже там она просраться дает иногда. Вот с числа где-то 5-го приехал к магазину на моно-впрыске. Приехал к магазину. Вот. Все, купил, вышел. Значит, сажусь в машину, заводится, она не заводится. Но я-то знаю, какие у нее там тараканы у этой машины бывают. Какие поморки там случаются с ней. Вот. И, короче говоря, пришлось уйти. Где-то часа через три пришел, она просто тупо завелась, а я поехал дальше. Вот, это такие бывают поморки у моно-впрыска, у нашей этой машины, на которой мы сейчас едем. Ну, что хоть там, кто куда едет. Вот, так что 2Т-Б3. Тут уже подвесочку надо скоро будет починивать. То-се. Так что просраться дает. Менять машину пока не хочу, потому что все машины, те, которые свежие и новые, они все хламидиозные. В том плане, что и по цене они там дикие. И когда покупаешь там какой-нибудь конструктор, его по-другому назвать нельзя. Вот. И получается, что вроде как-то и зря покупал. Вот. Мы ехали-ехали. Ну, ты едешь или что-то будешь? Вот. Непонятно. Ладно, мы его пропустили. Бог с ним. Вот такие дела, ребят. По сути, опустились руки пока. Но вот еще пока не поднялись. Вот Саньку было только 40 дней, значит. Могу сказать про него только одно. Там его проблемы со здоровьем ныне покойного человека уже обсуждать бесполезно. Президной смерти было не ковид. А тут кто-то из уже там, из блогеров кто-то уже кричит ковид туда-сюда. Кто хоть вы знаете ковид, не ковид. Не надо там языком трекать раньше времени. Поварить то, что не знаете. Так. Вот и сможем повернуть налево или не сможем? Ну, я думаю, что сможем. Ага, повернули тут. Черт возьми. Попали мы тут под свет непонятный. Ладно, пробожим попозже. Ну, короче, как в анекдоте. Уж полночь близится, а Германа все нет. Жду Александра, пока его нету, пока не приехал. Ну что, как я вам и говорил, вот Александр приехал. Молчит. Вот такой вот он приобрел. Мотобальный вот такой вот аппарат. Ну, вообще, по идее, вот так он шел с завода, видите, с этими делами. С поворотами, со стопами, которые отломаны. Тут некий такой вот, видите, варианты. Ушки можно переносить. Кто-то, видите, перенес ушко крепления амортизатора. Вот. Что-то понагорожено под двоих. Вот. И вот такие дела. Ну, мотоцикл уже видел всякие виды. Что интересно, стоит вилка на нем. Чезет 511. Уже кто-то сам поставил. И вот такой вот очень интересный цилиндр. В виде стоит лепестковый клапан. Карбюратор иков. То есть я таких близко не видел. У него там, правда, печаль. В крышке, видите, выклона, выбита часть, сегмент. Ну, я думаю, что все это чинится. Ну, короче, мотоцикл видел всякую жизнь. Ну, вот так вот выглядит двигатель. Для тех, кто вообще не в курсе. Да. Сколько пробег у него? 1800. У него даже, видите, спидометр. И на нем 1800 километров. Вот такой цилиндр, видите. До падения. Да. Вот такой глушитель родной. Стандартный глушитель тут вообще. Я таких не видел дикобразов ни разу. 90-ваттный генератор. Вилка ЧЗ 511. Кстати, на момент появления ЧЗ 511 были стояли пневмоамортизаторы. И вот эта вилка. Ну, конечно, это далеко не теперешние времена. Но ЧЗ с такой вилкой, с такими подвесками пространство давал. Очень сильно. Вот такой спидометр. То есть, все это завод. Бак. Кстати, вот такие баки я видел. Они были алюминиевые, мотобольные. У меня даже на еже, на одном из моих ежей, в мото-клубе, был такой бак. Вот. Причем я его ставил, но это клубник. Сань, ну давай, с этой стороны. А, вот видите, Сайп Кембрик. Типа дренаж я такой некий. Ну и покажем с этой стороны. Видите, стоит муфлер. Вот такая тема. Очень интересно ступенца заднего колеса. Оно похоже тут на сколько тут? 19, как я и думал, да. С этой стороны обычный восход. Крышка. Но горловина картера, видите, тут понавороченная, чего зря. Мотор довольно злой. Да, выходная цепь там стоит. Очень интересно. Ну, вот видите, подножка стоит. Вот такой маятинг интересный. Дублесная, наверное. Да, видите, с завода подножка. То есть, я таких мотоциклов вообще не видал. И, похоже, реплика вилки. Может быть, не родная реплика, возможно, не родная чазовская. И вот такое грубое литье. Если так вот приблизить. То есть, отлили как будто в песок. Все видят вот эти краны. Все это дело, это все завод. Вот такой. Мальзонадор дикий. Я таких вообще не видал никогда в жизни. Вот. Рама своя. Раздвоенная. Видите, как все сделано. Начало 90-х. 250 штук было сделано. Вот такой это аппарат. Лютый, матерый. Я не знаю, кому как. Я бы на таком, наверное, даже передвигался бы. Слышите звуки? То есть, он даже верился, если надо. Ну, сейчас холодно. Сейчас не до этого. Сейчас Александр приехал просто хоть показать обновку свою. Видите, у него сидуха. Это не колхоз. Вот такая вот рама. И под эту раму замучен. Вот видите, все крепление заводские. Все привалено. То есть, это чисто завод. Я таких никогда в жизни не видел. Даже бак, видите, тут сделан с этими, как я сказал, сосками. Насчет вилки не знаю. Родная, неродная. Но, как бы, 11-ая вилка. Это 4511. Сейчас поставить сюда прямую подвеску с него. И вообще будет пушка, гонка. Ну, здесь, видите, тут уже, видимо, снесли. Ну, я уже обзавелся новыми деталями. И за ним все. И вот такой вот. И поворот. Вот такой черебобер. Ну, что, можно стоять. Кстати, по поводу ступицы передней. Я таких никогда вообще в жизни не видел. В принципе, не видел. Колесо на 19, обычный восход. 16 колесо. Ту-19. И перед тоже свой. Не какой-то там он вообще непонятно от чего. Ну, пробег обещает быть таким, да. Небольшим. Видите, роняли. Ножка. Тут падение было. Да, тормозная. Тут ее загнули. Они и крышку разбили. То есть удар был. Именно пришел сюда. Вот что, ремонтировать. Чуть сам не завалился. Все, закатываю. Вот такой вот аппарат. Ну, и по возможности будем показывать. Там, если дело дойдет до починки. Там, или, наверное, прокатиться. Очень было бы интересно, как еще он впирает. Ну, я так понимаю, мотор должен быть такой крутильный. Крутить, вертеть. Впирать на нем. Видите, как и стоит. Сзади большая звезда. Сколько звездов, не знаю. Она больше, чем стандартная. Ну, наверное, на треть. Не заводим, да, получается? Ну. Там, предельная. Ну, максимальная скорость тут. Ну, километров 70-80. 60, может быть, за 70. Кстати, обратите внимание, какая пробка. Пробка. Я таких тоже никогда не видал. Это вот. На восходах, вы знаете, какая пробка была. Просто резинка. По ней хлоп, она закрылась. А тут видите, какая история. Да, тоже резинка. Ну да, что-то такое тут. Замучена. Парни, я тут уже, типа, попрощался. Почти там, типа, ну все. Показали. Восход. СМВ. Но нет. Саней пошли в другой гараж, который арендует. Это Ява, вы помните. Которая завелась. И поехала. И причем поехала очень неплохо. Вот этот ее руль. Беспредельный. Вот. Стоит, видите, зимует. Техника. Саня, еще до нее еще руки не добрались. Это наша старая знакомая. Она вот как есть, так и есть. Ее сейчас, по сути, аккумулятор накинуть и она поедет. Свечу фонарем, потому что тут гараж не имеет верхнего света, поэтому вот так светил. Ну еще, тут еще такой есть вариант. Саня, рассказывай, откуда вот это чудо взялось? Вот этот мотоцикл из шахт. Шахта Ростов. Вот. Никита нам его подогнал. И Влад. Чуть назад. И Влад наш друг Евист. Вот. Мне его, вернее Шулину, Алексею. Вот. Его сюда к нам варил и прислал. Это что за ЧЗ? Какой? Это 472,5. Причем. 12-вольтовый. Да. Интересный. ЧЗ. Бак здесь с двумя кранами. То есть такие были на четвертых. ЧЗ и на первых вот на этих. По-моему, ну, погоду я не помню. Надо посмотреть что-то. Табличку. Первый год выпуска именно пятого ЧЗ. Самое интересное, что флажки фары целые. Вот оригинальные. Так. Посмотрите. С той стороны. Видно? Сейчас. Ну, тут уже светит. Сильно. Так. Вот такой вот ЧЗ. Оригинальные хомуты. Тоже его родные. Кронштейны. Оригинальные целые. Вот его. Ну, в принципе, комплектный. Ухрановый бак. Самое интересное. Вот. Сейчас. Попытаюсь вывернуть руку так, чтобы снять. Показать. Показать оба крана. Сейчас я перехвачусь. Ну, краны стоят. Виде, да? Да. Вот. Это краны российские, так понимаю, да? Ну, да, да. А так, в целом, вся проводка, все, как бы, вещи, все на месте. Абсолютно комплектный мотоцикл. Даже трубы еще в состоянии неплохо. Вот заднее колесо, конечно, не снял. А так, в целом, то есть, очень хорошие дуги даже уже. То есть, под реставрацию уже дверитель сняли, дефектовали. И что с движком делать? Ну, литрую опору однозначно ставить. Вот. И, соответственно... Разжевала, да? Да. Она загремела, но завели вот этот грохот жутчайший. Причем, перепускает из одного в другое. Там, то есть, долг настраивали там. Ну, завели все. Вот. Коробка в прекрасном состоянии. Вот. Это трос так и был? Да. Это трос оригинальный заводской. Вот эта вещь, это... Здесь стоит лягушка переднего тормоза. Вот. К ней повода подходит. Ага. И вот эта вот сучка, он нажимает на... Я понял. Когда отжимаешь, ручки есть. Тоже просто все снято. Вот здесь тоже вещи все целы. Ну, какие-то синий. Ну, сам факт, что... Более-менее аутентичный. Предохранитель оригинальный цел. Ну, немножко здесь напутанно, но это... Косновой проводок прикручен. А так, как бы, все цело. Ребят, извиняюсь за такое освещение. Света центрального нет. Просто прохожу. Вот, с переноской. И освещаю, как могу. Здесь тоже все. Это же лампочки Теслы еще, да. Если видно будет. По-моему. Да, видно Тесла. Ага. И, обратите внимание, что на ЧЗТе обод колеса алюминиевый. Если кто не знает. Только на ЧЗТе такие были. На Явах стальные штамповки были. Вот. И... Вот такие вот. И перед, и зад. Потом пошел уже более поздний алюминиевый маятник. Вот. Свой, кстати, картер у ЧЗТа. Он, конечно, сильно похож на Яву, но сзади свой. Там по-другому сделано. Да. Ну, я не великий знаток ЧЗТов. Они все у меня перебывали. Я на них на всех переездил. Особенно мне нравился вот старый ЧЗТ. С таким баком, который сужается. Шестивольтовый такой. Ну, предыдущий. Четыре, четыре, четыре. Он шесть вольт, но работал так вот приятно. На нем было приятно ездить. Ну, однотипный мотор. Я на нем уронил своего одноклассника Таракана. Ха-ха-ха-ха. Вот. Ты посморился такой? Да, да. Ну, там... Ну, там особо не расходились. В 81-й год это. То есть, уже... Уже вот такой бак стоял. Да. А до этого был предыдущий. То есть, вот такие бардаки и бак. Ну, вот видите, цвет колеса совсем не тот. Не то колесо. Не то пальто. Бардак уже перекрашен. То есть, вот такая тема. Ну, а про Яву, который стоит вот она. Мы ее уже показывали. Она завелась. Она прет ужасно. И вот этот руль. За этот руль многие могли продать душу дьяволу, чтобы только он у них был. Ну, в то время так было модно. И вот при всем своем таком вот витке, бедочке, она, конечно, завелась и нас всех удивило. Ну, на нее, да, уже только все скомплектовано. Я думаю... Ладно, ребят. Мы не будем затягивать больше тут рассказывать басни. Там мы, главное, показали, вот что там, как. Я так понял, мотоцикл под восстановление. Поэтому на этом, думаю, сегодня все. Всем пока. С вами были Придонки. Берегите себя. Утро. 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 Продолжение следует...